Бардак Каждая импровизированная мастерская – шедевр дизайнерской мысли. Все украшено с любовью и весенней теплотой. Анастасия рукоделием занимается много лет. В Бардаке участвует второй раз. Выставляется с мыловарением. Мыльце натуральное, на маслах, а также глицериновое. А еще в ее производстве эксклюзивные украшения. Я тоже не задерживаюсь на какой-то одной технике. Это и валяние, и полимерка, и сборка, и даже квилинг. Все вообще в разных украшениях, в разных стилях. Например, к выставке я решила делать вот такие вот украшения. Весенние же все-таки Бардак. Нужны цветы, нужно что-то весеннее. Я решила сделать такие нежные цветы из шифона. Тоже уделила этому много времени. Решила сделать и брошки, и украшения, сережки. Вообще, как-то внести вот эту нежность, весенний подъем в украшения, к весеннему Бардаку. В будущем планирую сделать очень много именно упора на этнических украшениях. И в чем хочу привнести? Этнику в мыловарение и косметику, что, скажем так, практически не бывает. Все там стандартные формы, стандартные рецепты. Я решила изобрести что-то свое, выразить как-то через игрушки, украшения, чтобы чего-то такого не было. Ну, я очень люблю Индию, и, скорее всего, это будет именно индийская этника. Ну, и очень хочу уделить внимание в будущем этнике именно славянской, нашей, родной. Безусловно, я считаю, что нужно сейчас больше внимания уделять своим корням. А вот и творческая мастерская. Игрушки ручной работы, а также боди для малышей. Милые вещицы расписываются прямо на месте, на глазах у гостей Бардака. Боди я начала заниматься, потому что я стала мамой. Естественно, у меня малыш, я начала все для него. А потом решила, что что же красоте-то пропадает, если можно сделать как бы все и для других деток, и по доступной цене, в принципе. Чистенький бодик берем, подкладываем. Лучше, конечно, брать что-нибудь плотное, картон, чтобы мало ли чего не было, чтобы было удобно. Специальная краска по текстилю обязательно, потому что любая другая краска, она либо вымоется, либо она пойдет пятнами, чего очень нежелательно. К тому же, проверено на детях, все хорошо. Все берете, можно выбрать эскиз, можно самому придумать, и все в ваших руках рисуем. Вот мы решили сегодня, как небольшой мастер-класс, делать вот такую вот совушку. У нас куча надписей, но решили вот животное такое сделать. То есть можно сотворить совершенно все. Еще одна интересная экспозиция. Головные уборы от дизайнера Алексашки. Неординарная девушка разрабатывает дизайн и изготавливает шляпки. На любой вкус фасон и кошелек. Мне не хватало реквизита для моей фотосессии, и я стала пытаться сделать одну шляпку сама. Я ее сделала, посмотрела, получилось немножко криво, косо, но на тот момент мне казалось, что это было безумно красиво. Вот, и меня эта тема зацепила, и я стала узнавать как-то больше про шляпки, про головные уборы, потому что это действительно было здорово для меня. И, как оказалось, на тот момент в интернете было очень мало представлено каких-либо мастер-классов и вообще информации о шляпках. И меня это задело, зацепило. Я стала все больше и больше узнавать нового, пытаться найти. На книжных развалах я искала старые книги про шляпки. Там на свадьбу, на вечеринку, пойти в клуб, пойти с друзьями повеселиться, девичник. Так, корпоратив. Это сейчас вполне можно одеть. Ну и с каким материалом делаешь? Материалы перья, вуаль, шелк, регелины. В принципе, все шляпные материалы. У нас группа официальная ВКонтакте Бардак. Напомню, что в скором времени она переименуется в группу «Дело», потому что у нас новый проект стартует. Там можно нас найти, можно найти всех мастеров, можно записаться на любой мастер-класс, можно купить, изготовить любое изделие под заказ. В общем, все, что угодно, все, что захотите. Не успели на праздничный маркет? Готовьтесь к следующему и мастерите. Быть может, именно вы в следующем году попадете под прицел наших телекамер.